Чита, на, возьми это всё, что заплатил хозяин за целый год работы. Но ведь этого даже не хватит, чтобы оплатить школу нашего малыша. Я знаю, вся зарплата отдана моему белому напарнику Коннере. А работал ведь только ты один. Да, и руки трактором отрезала только мне. Ну надо же, а, вот жизнь, а, какой мир, он, такой сложный мир, как унижают этих, этих, я говорю, негров, а, как унижают этих. Ну хватит трястись, прямо трус, зайка какой-то, всё будет нормально. Может, всё-таки не стоит вываливать на твоих родителей весь объём информации? Чтоб ты знал, мои родители люди прогрессивные взгляды. Особенно папа, он тебе понравится. Я тебе вот скажу, что я человек, я человек прогрессивный, да, но я, я против этого, а, ж, а, ж, а, 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 апартеида. А партии-то, да, когда, значит, тот негр под белом? Это я против этого, да. Скажи мне, Читер, почему наш сын пришел весь в синяках и подтеках? Его избили за то, что он потанцевал с белой девушкой. О-о-о! Базь, а чего не бойся? Я подвечу, что я хочу предупредить, что некоторые люди неадекватно реагируют на мою внешность. Знаешь, сколько материней сказала, что не желают у меня этих внуков похожих на меня? Слушай, ну не болтай, тебе чушь как будет, а? Ты моего папу просто не знаешь. Я когда в Африке служил, я же с ними породнился практически, семя бросил, да. Что ты сделал, Васенька? А я что сказал? Семя бросил? Ну да, я не на... ни одно бросил. Я не на спасивной участвовал, да. Я же тебе рассказывал, у нас солдатиков-то, чего туда, правильно, да? Чтоб мы хлеб им засеяли, обезьянам. Эм, в смысле, этим людям, горячо любимым, африканским. Мама, папа, у меня для вас приятный сюрприз. Заходи. Это Ваня. Он из негров. Мой муж. Здравствуйте, Ванечка. Это Ваня. Да, мы с ним неделю назад познакомились, а сегодня поженились. Три часа назад. Я, как будущий врач, рекомендую вам присесть и выпить чего-нибудь успокоительного. Да. Как ты думаешь, я понравился твоим родителям? Конечно, понравился. Они всегда, когда им кто-нибудь нравится, они начинают выпивать. Садись. Мне показалось, что они не очень были рады отдать свою дочку замуж за такого, как я. Да ты что, старой же человек, как мы все. Родную дочь отдать за этого черношилу. Патриса Лумба. Лумба-Лумба-Лумба-Та. Во-первых, он не Патрис Лумба. Он Ваня. Видимо, дитя Олимпиад. Какая разница! А во-вторых, он медицинский работник. Вспомни, он прекрасно разговаривает, образован. Ну, скорее всего, из хорошей, богатой семьи. Богат. Да, может быть. Это может быть, конечно. Чего там. Это мало что обменяет. Поскольку я и так, в принципе, положительно был настроен изначально. Да, да. Если бы мы были с тобой хоть чуточку богаче, любая белая девушка не побрезгивала бы с нами породницам. Подожди. Да что ты? Закрой, парень. Парень, закрой. Позвольте, так сказать, родственникам. Не надо ли чего зашли спросить, может, там, чайку-па? Нам надо только одно, чтобы нас не беспокоили. А не надо гавкать, а? Гавкать не надо, когда папа с зятем, значит, общаться желает. Не надо мне грудью давить на позвоночник. Накладки такие. Я чего, значит, волнуюсь. У нас дом-то, знаете ли, густо населенный, гетто практически, да. Здесь у нас Любин живет. Быдло, чтобы вам понятнее было. Скоты, понимаете, уроды. Вот. Хари всякие протокольные. Так я просил бы ключики от вашей дорогой иномарки. Я бы ее переставил поудобнее, чтобы ее кто локотком-то там своим паршивым не царапнул, а? Ну, вы напрасно беспокоитесь. Дело в том, что у меня нет машины. Мы приехали на трамвай. Вот юмор, а. Вот юмор. Трамвайчик изволили прикупить. У нас-то сейчас рельсы везде замуровывают. Легковысленно, легковысленно. Ну что вы. Я пока еще студент. Учусь. У меня таких средств нет. А? Ну, не будем мешать. Нина, он без средств. Он без средств. Нина, мало того, что черновки. И все, и квадратец. Нам самим тут жрать нечего. Заткни уши. Расцветали явно не игруши. Еще давай будем коалу кормить, да? Неудобно жрешать. Неудобно штаны через голову собрать. Неудобно. Вот ты. Биллионы бамбуковые снять. Все-таки мне кажется, что я не очень понравился твоему папе. Перестань. Перестань. Главное, что я тебя люблю. А хочешь, пойдем завтра в зоопарк. Ну, прости. Прости. Кинг-Конг, как паршивый на весь дома. Да, повезло дочке. Хе-хе-хе. Че ты мелешь? Че ты мелешь? Че, больный зло-то, а? Мало того, что он черный, как шахтер из забоя. Еще и нищий, нищая. А вспомни, каким ты пришел к нам в дом. Точно такой же, точно такой же, что рубашка была для детьми. Здравствуйте. Я к вашей дни жидеться хочу, не подумайте, я не из-за прописки. Я по любви почувствую, да. Ну-ка, пошел вон. Да вы что? Голодрарец. Да за что, Батя? Чтоб духу твоего не было. Бать, ну прекратите его, а? Ну, понял теперь моего отца. Да ты вообще, что ли, разбредила, а? Да, справдила мне тоже. Я же не негр, к сожалению. О, Господи. Не могу. Это смысл? Сходи, смысл. О, ты ебаный. Это, Таня, вы это, мне на работу с утра, с позаранку, а вы тут, это, с криптом, гам, с внуком, это... Неудобно, как-то. Неудобно. Давайте-ка к нам в спальню с мамой. Ты на что? У нас там все-таки шумо-изоляция, я просто на этими решетками-то из-под яичек прокладывал между обоями. Что, хочешь, чтобы мы там вчетвером, что ли, спальнем? А мы с мамой передачуем в Пашкиной комнате на диване. Давайте, дульте. Какой ты все-таки у меня был, Алиса? Иди, иди уже, ложись, а калачиком, давай калачиком. Больдом, а? Больдом, дама ты моя пиковая. Как ты думаешь, Том, если наш сын очень постарается, он сможет понравиться отцу белой девушки? Голова болит. Голова, говорю, болит. Что-то бялись на меня. Не пойду сегодня на службу. Не пойду. Если меня, меня нет ни для кого. Ни для кого. Держу, держу. Не беспокойтесь, я открою. Это к Василию Петровичу пришли. А его как раз нету. Он ушел в больницу. Да как же нету? Он там в комнате, я видел. Он здесь? Василий Петрович, там к Вам пришел со службы подполковник какой-то, а Нина Марковна, видимо, не заметила, что Вы все еще здесь. Вот. Но я сказал, что Вы дома. Хорошо? Я тогда проведу его в комнату прямо. Спасибо, Ванечка. Спасибо. Рад помочь. Ой, какой идиот. Что это, Василий? У тебя зять, получается, негр? Не негр, а афроамериканец. А что это, Василий? Ты не на службе. Шею у меня свело. И руки вот, заклинило. Я не просто так лежу. Смотрите. Вот я как, да? Я ж честь не могу отдать. Как я такое буду по части разгуливать? Я слышал, у Вас шею свело. Я будущий врач. Давайте я Вас осмотрю. Раздевайтесь. Не надо. У нас, слава Богу, есть наш полковой доктор. А чего это ты? А чего? Чего? Либо у тебя расовые предрассудки, либо ты врешь, что болен. Никаких расовых этих у меня нет. Я человек широких взглядов. Надь, лечите. Фида, ты кашляешь кровью и не лечишься. Да, я не могу себе позволить нарушиво белого врача. У меня нет денег. Не умирай, моя девочка. Осмотр окончен. Неудивительно, что у него свело шею и руки. Вот, посмотрите. Совершенно смещены вот этот позвонок, этот и этот. Все, вставайте. А к тому же, я забыл, у него пускостопие. И вот здесь совершенно все затекло. Вставайте, вставайте. Обязательно носить корсет и, конечно же, ортопедическую. Доктор, а вопрос. Можно маленький? А к корсету, скажем, изящное кружевное боди, мне носить не обязательно, а? Нет. А зачем? Ну, Василий, чтобы я тебя с этих пор на плацу без корсета и без ортопедической обуви не видел. Баня, прикинь, а! Чего это меня из моей комнаты-то выгнали? Чего это, в секторах будет? Протестую! Не обращай внимания, Васенька, Павел, оставь папу в покое. Все оценили твою свистульку. Васенька, не обращай внимания, у нас для тебя сюрприз. Вот, вот. Эксперсиональное блюдо. Вот. Я надеюсь, что вам понравится. Да, мы вместе готовили. Не-не-не-не. Надо сначала в соус макнуть. Не-не-не. Что? 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 А-а-а! А-а-а! Что? А-а-а! 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 Семейная ситуация. Вся часть хохотала. Я иду, а мне вслед кричат, Кинг-Конг кричат. Жив. Да. Я вначале-то не оборачивался, потом понял. Мне кричат, да. Я шинелку-то на обеде повесил. Смотрю. А-а-а! 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 А-а! 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 О-а! А-а-а! Вот сразу видно, батя, что ты не читал Шекспира. Мавроме, как гласит история, очень легко манипулировать. Главное заставить их ревновать. Вот. Ай! Была не была. Ну, ой! Вкусно. Простите, пожалуйста. Да? И от Танины подарки От поклонников Занесу только А что У Татьяны Есть поклонники? Что вы, великое множество Великое Заходишь по-разному Последний стоит на первом этаже И очередь, очередь Прямо до нашего Один случай Она же просила не говорить, не выдавать Тайны всякие Это у него от бабки пошло Ничего поделать не будет Таня Хватит там Рискаться, люди тоже Здесь мыться хочут Я же вам это помигаю Средом, я чуть пол пятки себе не срезала Маша, а вот ненормальный Больной человек, а как говорит наш папа Если человек дурак, это надолго Можно Таня, что это за подарки Что это за поклонники Объясни ей, пожалуйста Какие поклонники Нет никаких поклонников А ты появился У меня нет больше никаких поклонников Значит, я отбину тебя Всех твоих поклонников, да? Если ты жалеешь очень об этом Я могу иди уйти И предоставить тебе Я тебе скажу Если ты хочешь уйти Иди Давай, я тебе помогу Дверь открою, давай Иди отсюда Убирайся, пожалуйста Давай, иди Прости меня, пожалуйста Я сам не знаю, что со мной Я тоже прости Тоже не знаю Что ты меня нашел Вот Я хотел подарить тебе И на день рождения Но Пошел подарить прямо сейчас Ты мне обезьянка? Ой, какая прелесть, а? Я никогда-никогда С ней не расстанусь Скажи, но это ведь не значит Что ты мне на день рождения Ничего не подаришь, а? Что, Паша Видать, твой Шекспир Наших негров русских не знал, да? Наши-то оказались вспыльчивые Но отходчивые, а? Ну, мы сейчас эту обезьянку Украдем А дальше, честное слово Будет все как по Шекспиру Только не бери в лицо Я им кушаю Ну, что же Прямо у них-то напалили Ну, себе это небо Ну, его можно же пройти А, да, да Дядя Тарас Здравствуйте Здорово А, я прошу, что я вас встретил Ну, вот Хорошо вы видите Слушай А где твой батя? Шо-то его на службе не видать Нигде А на крошке там А, да, да, да А, да, да, да Вы просудились? Да нет Что ты? Область ортопедическая помогает Я, да, так сказать, простуда Не берет с такой обуви Возьмите вот эту обезьянку Вот так вот Возьмите, пожалуйста Ага Там внизу девушка стоит Подарите ей от меня Я сам развею Немножко покамест А, понятно Я, да, говорится Я встретил вас И все такое Только вот так здесь Хорошо Хорошо Ты вчера меня Угостил Несете я тебя по слоеву Угостил О, здорово, садов Как говорится Ты с обезьянкой И я с обезьянкой Ага Откуда у вас эта игрушка? Откуда, откуда Из ажики Это подарок Подарок? От кого подарок? А много будет ждать В городу старше Вот такая наша Русская поговорка Ага Леден, верните мне эту игрушку Да Ага, сейчас Может тебе еще Спецкомплект боевой С сапогами Бесплатными А? Иди работай, евро Крючут и крючут Понаихли тут А Извините А сейчас я вам Буду бить морду За весь наш Русский крыль Запомни, Чита Мы хоть и нищий Но гордый Народец Таня Ой, напугал Как, а? Где обезьянка, которую я тебе подарил? Обезьянка? Да Ой, здесь была Может, украли, не знаю Украли? Или ты подарила ее кому-то другому Ты на что-то намекаешь? А хоть бы и подарила Вот она Ой, моя обезьянка Молись Давай, давай Ой, Басик, ты дома? Дома А у меня приятная новость Таня, Таня А не ты? Что такое? Дети занимаются этим самым Интересная минутка там А знаешь, нашелся отец Нашего Ванечки Да ну И знаешь, кем он оказался? Кем? Он оказался королем Знаменитой африканской страны Мнумбул Че себе? Да И сейчас Передавали, что он И сюда знакомится Своей русской семьей Я убил ее Я убил свою любовь Нет О, Таня А мы-то уже здесь Словые Чуть не обтрухались Мы разводимся Смешно сказать Мы разводимся Из-за какой-то там Обезьянки Ладно бы Из-за живой обезьянки А то из-за Обычной Мертвой Игрушечной Обезьянки Она даже не поет уже Какой обезьянки? Стоп, стоп Спокой Да Дайте-ка папа все объяснит Это папа Обезьянку Кто-то спер Да Я спер обезьянку Вначале взял Думал поиграю А потом думаю За одно И чувства Так сказать Детей Пускай проверится Молодцы Проверили чувства Поздравляем Дайте друг другу руки Дайте Дайте Времени мало осталось Ну Ну прости меня Я Ничего не говори Ты Тоже меня прости Прости, Ванечка Пожалуйста Да У нас новость С мамой У нас добрая новость Папа твой Нашелся Ваня Он это оказался Король там Какой-то страны Как ее О, да Там нефть Я думаю Вот Прямо из-под крана Течет Да Красивая Из танки Принцесса Эта Внуми Схейна Выйдет А Так ты богатый Не будет Таня Принцессой Не будет Ваня А где он был Этот мой папаша Бравый Последние 25 лет Бросил нас с мамой А мы Женя Нарубинштейна Под лестницей 25 лет Хлеб Хлеб Голода Гепатитом Переболели А он до сих пор Там с Рексом Бедная мучается А он король Жил там в своем Умба-юмба Сколько на приезда Осталось Королька Минут 10 Успеем переубедить Я здесь Наблюдение сделал За неграми русскими Подглядывал Они Спличевые Но Отходчивые Сентиментальные Они Негры Русские